Вот показатель же, вот эти голос, идёт у нас проект «Голос», и где они все, что с ними делают? Все в «Градском холле», да, в «Градском холле». Что с ними делают? Им тогда надо объяснить, что им никто не объясняет. Тоже для меня загадка. У нас просто всё перевернулось с головы с ног на голову, у нас вот продюсер, это композитор. А то, что композитор, примерно один композитор, он не может писать очень разнопланово, он пишет одно и то же. Ну, прям. Ну, очень редким, реально, вот я слушаю, я, примерно, могу сказать. Пол Маккартни такой композитор. Подожди, он тоже одноплановый. Что он сказал? Он очень хорошо пишет. Матецкого на вас нет. Да, но я слышу, я могу сказать, да, это написал Пол Маккарти. То есть, любой композитор, он, в принципе, пишет что-то в каком-то определенном сегменте работает, конечно. Не бывает мультикомпозиторов. Поэтому это такой вопрос сложный. Есть саунд-продюсер. Вот композитор, это в большей степени саунд-продюсер, наверное. Я другой, я организатор. А как развить в себе вот эту профессиональную продюсерскую чуйку? Или это тоже какой-то некий талант? Как это невозможно развить? Это некий, мне кажется, сплошной мошенник. Вот эти вузы, которые готовят продюсеров, ну, это мошенники. Да. Продюсер – это человек, имеющий жизненный опыт, некие связи, уверенность в себе, который может с кем-то пойти и договориться. У него уже есть какой-то жизненный опыт, он разбирается. Не обязательно, ведь продюсер – это тоже, допустим, есть продюсер кино, есть музыкальный продюсер. Александр, смотрите, вот мы упоминали Эйзен Шпицца. Он в свое время, когда привел Дима Милана… Юра Настойчива, где ты в курсе, что Дима Милан, он откуда вообще, как это будет, не помнишь? Юра Эйзен Шпицца в тот момент пришел работать в Мегастар. Так, то есть к вам. Да, и проект был сделан на деньги Мегастар. Да я не знал этого, серьезно? Да, так. Поэтому я все очень хорошо понимаю. Ну, хорошо, вы когда впервые видели Милана. У него уже была харизма, у Димы была харизма. У Юры Билан, я считаю, что это реальный потенциальная звезда была в тот момент, когда он оказался рядом с Юрой. Вот другие, у него был Сташевский, это продюсерский проект. Понимаешь, у него были певица Саша, тоже продюсерский проект. Это все Катя Лель. Да, а вот Билан, он уже был потенциальной звездочкой. Не все это видели. Это так и было, да. Поэтому здесь ничего удивительного в этом нет. Мне удивительно, что почему-то все думают, что Рудковская продюсер Билана. Вот это другой вопросик. Ну, она потом стала как бы, ну, действительно его подхватить. Ну, неважно, вот до такого уровня его, к этому уровню его привел Юрой. Вот в прошлый раз, когда с вами беседовали, вы рассказывали, что, ну, словно говоря, просрали группу Ленинград. То есть вы не увидели у Шнура, ну, вот этот потенциал, когда вам бросился. Мне пришли другой, у него был другой, у нас была, вот я рассказывал, Валя Атаханова, которая принесла мне, это вот, кассеты из Питера. И там было другое вообще, все было очень клево. Без мата все клево, прикольно. Я просто помню, что нам так это все понравилось, говорю, давай. А потом выяснилось, что у него еще какой-то проект, и его взял студия Галла. А я говорю, слушай, я не знаю, что с этим матом делать. Я на этом уже и рванул. Да, да. Слушай, я много просрал в жизни проекта. Примерно. Я не помню, но много. Много. Причем я там советовал, в свое время мой приятель привез мне там кассеты Стаса Михайлового. Говорит, слушай, будет звезда, но я в этом ничего, я ничего с этим сделать не могу. И Стаса Михайлового тоже. О, Господи. Еще какие-то, мне много чего приносили, много ребят, которые, ну и что. Вот смотрите, вы рассказываете про телевидение, а вот Стас Михайловый, очень интересно. Я впервые эту фамилию очень много лет назад услышал от Александра Борисовича Градского. Он сказал, что есть вот Ваенга. Без телевидения. Да, Стас Михайлового. Что они чешут по всей стране, их не было на телевидении вообще ни разу. Вообще. Они собирали уже стадионы. В то время были еще некие другие, то есть помимо телевидения, вот это видимая оболочка. Только не говорите, что был интернет. Нет, при чем здесь интернет? В то время интернет заменяли ларьки, киоски, которые продавали кассеты. Сеть такая. Сеть, громадная сеть, кассет. Это пиратский рынок. И вот этот рынок был такой а-ля радиоточка. Вот что это такое. Они появились на фоне вот этого кассетного рынка. Но они пришли снизу. Снизу, да. Ну, так еще раз. Есть разные, я же еще раз говорю, не бывает аксиомы, нет никакой. Есть разные пути появления, возникновения звездности. Не существует закона, вот прям 100% делай так и будешь звездой. Нет такого. Просто в зависимости от того, что человек делает и как он это делает. А если вот вернуться к Евровидению, то, например, гипотетически представим, что вы все-таки захотели ради интереса спортивного поучаствовать своего артиста, какого-то отправить на Евровидение. Есть ли какая-то, не знаю, мафия продюсерская, которая не пускает артистов? Это прям монополия? Вы знаете, я понимаю, да, я думаю, я не знаю этого. Я никогда даже не думал о Евровидении. Да, 100% есть мафия какая-то, ну мафия условная, монополия какая-то, кого-то на то, чтобы попасть на Евровидение или нет. Так же, как в свое время мы с Владимиром Матецким увезли Газманова в Монако. Ты не рассказывал? Нет. Поговори с ним. В Монако каждый год вручение международной премии, вручают премию за высшие достижения в области музыки. И вот мы увезли туда Газманова. Это какие годы? Было 90-е. 90-е, да, по-моему. То есть, мы вообще, по-моему, первые русские оказались. В Монако. Единственное, кого мы русский язык услышали, мы встретили какую-то проститутку, которая уехала туда. Она говорит, ой, вы русский? Русский? Да, да, да. Все. Мы были практически первые русские, которые попали в Монако. Мы жили в отеле Де Пари. Ну, прям вообще памятная у нас такая поездка была. Так, а в чем смысл привоза Олега Газманова в Монако? Ну, вот, Матецкий говорит, крутая история, надо побывать. Надо съездить. Надо съездить. И мы готовили бумажки, что он продал очень много винила. Ну, то есть, долго. Целая была такая у меня полумошенническая операция, как все это происходило. И за нами потом туда поехали все артисты. Вслед. В пороложные. Да. Ну, это такой между собойчик. Мог вот тот между собойчик стать таким же Евровидением, потому что шикарное мероприятие было. Ну, вот так вот у меня Евровидение выросло, выросло, выросло. Евровидение в 1974 году подарило миру... Слушай, там были Абба. Абба, да. Понимаешь? В Швеции. Ну, по-моему, кроме Абба еще там пару имен было. Кто-то еще там. Скандинавы как-то. Да, там были какие-то еще имена. И все. А вы бы стали использовать вот сейчас, в данный момент, какие-нибудь, вот давить на тему политических скандалов, вот всего, что касается этого, раскручивая артиста? Нет. Это не ваш метод? Нет. Я, кстати, у меня был опыт в свое время как раз с Бандби Альянсом. Шли выборы, там у нас был трек такой политики. Ну, я участвовал в некоторых предвыборных историях. Ну, участвовал, наверное, и в Ельцинской компании. Да, и в Ельцинской, и в Линского, там пару лет. Ну, то есть, это было давно. То есть, я консультировал всякие разные предвыборные истории. Но для вас это значение имели только деньги? Да, это никак не связано с идеологией. Платят, мы делаем, да. Легко, сейчас могу что-то придумать, если кто-то готов заплатить деньги. Любой человек, я думаю. То есть, неважно, да, там люди могут быть антисемистры. Нет, нет, ты знаешь, я все равно. То есть, допустим, у меня есть некие убеждения, я не со всеми готов это делать. Делать даже не в размере денег, просто у меня есть все-таки какие-то убеждения. А политическим пиаром не стали бы заниматься? Я занимался много лет. Не буду говорить, то есть, я имел отношение к пиар-структуре, которая занималась политическим пиаром, информационной защитой. Успешно? Очень. А почему бросили? Ну, я не... Потому что человек до сих пор работает. Но он в думе уже, по-моему. Да, он в думе сидит. Но мы не будем говорить. Ты понимаешь, да. Ну, Лен, конечно. Да, он как раз с Медиастарса начинал. Да, да, да. Он такой молодец. То есть, имел активное участие, серьезное в этом. Как вы относитесь к этому? Дело в том, что Медиастар, фирма, делала основную массу общественно-политического эфира ОРТ. Ах, вот оно что. Поэтому я могу все рассказать на эту тему. Может, там какие-то были истории, гибли люди какие-то? Нет, у нас погиб партнер третий. Да, с оснародцем. Да, но там ничего... Он просто ехал с дачи. Он ехал с девушкой с дачи, поругался, они ругались в машине. И он въехал, заехал под... Перед ним ехал самосвал какой-то. Он как-то под него заехал. И мы его пытались... Совершенно случайно. Абсолютно. Ну, это вот прямо такая ситуация была. Они все время ругались. Причем мы ругались, мы каждый раз их спасали. Он чуть ли не прыгал куда-то. То есть такая была любовь страстная. И так они друг с... Слух тогда много было, что ли? Нет, нет, была у них страстная любовь. Они так... Вот девочка, с которой он ехал, из которого вообще все это произошло, у нее тоже было серьезное... То есть когда был удар, они ударились, как я понимаю, головами. И у нее тоже был перелом самосвал. То есть она жива осталась, а он погиб. Это был... Он очень эмоциональный был, Андрей. И они вот ругались. Он ночью мог звонить, говорит, слушай, срочно приезжай. И мы срываемся, едем. Он жил на Юго-Западной. И он стоит там в коридоре, и вот готов чуть ли не куда-то прыгать. И мы вот все время успокаивали. И вот закончилась вот такая история. Я говорю, в 90-е ведь очень многих убивали, собственно, по этому... Ну, у меня из моих... У меня не было такого. Никого не убивали? Нет. А вам не угрожали никогда? Никогда. Ни машины не сжигали? Никогда в жизни. Я очень так жестко реагировал на всех. Ну, я не знаю. Я сам такой парень. Я сам парень с пестрой биографией, как ты знаешь. Поэтому ничего. Со мной такого не было никогда. И когда рассказывают, там, ну, наверное, у меня не было этого.